Нулевые годы в MMORPG были в какой-то мере золотым веком для тех, кто пытался не особо честно заработать, выбирая путь нарушения правил игры, некоторые умудрали зарабатывать миллионы долларов. Причём довольно часто просто потому, что оказались в нужном месте, в нужное время и первыми заметили золотую жилу. Если бы они пришли вторыми, вряд ли бы удача была так любезна с ними. Сегодня я хочу рассказать несколько историй игроков, которые обогатились или пытались обогатиться, нарушая правила игры, оказавшись просто в нужной точке. В начале нулевых жанр MMORPG игр активно развивался. Появился новый Эверквест, релизнулся Рунскейп, вышел World of Warcraft. У Warcraft, как в целом и в ряде других ММО, была одна проблема для любителей продавать всякие услуги. Стоимость всякой всячины была непомерно большой. Одна золотая во время старта Warcraft могла стоить примерно 7 баксов. Цены были просто огромными. Стоимость условной прокачки или чего-то подобного стоила довольно больших денег. Основными местами, где игроки продавали услуги, были либо какие-то биржи по типу IG, либо уже к тому времени довольно известная и далеко не только игровая биржа eBay. И, возможно, это был золотой период, но конкуренция даже по тем временам была слишком большой. В этом деле было замешано слишком много людей. Некоторые люди, желая заработать, начали искать дыры в системе, которые бы позволили сорвать куш. Одним из таких людей является человек по имени Джаред Псигода, который смог построить неплохой бизнес. Тогда, когда только зарождался Warcraft и он жил и находился в американском регионе, он отлично видел, как активно рос рынок и какие высокие цены были на разные услуги. А одна золотая, как говорилось выше, могла продаваться по 5-7 долларов. Он был обычным студентом локального вуза, но время от времени по программе обмена студентами ездил учиться в Китай. Учился по несколько месяцев в году в китайском вузе, активно учил язык. Будучи любителем Warcraft'а и не имея возможности напрямую поиграть в своем регионе из Китая, он решил попробовать поиграть там. К его удивлению, он обнаружил, что цены на те же услуги, что в Америке, тут, в Китае, стоят гораздо меньше денег. Гораздо меньше. Там более чем активно плодились так называемые «золотые фермы». Типичная в кавычках «золотая ферма» — это что-то вроде склада или небольшого помещения, которое забито компьютерами, где сидят и формят золото китайцы в Warcraft'е. Видя огромную разницу цен просто в зависимости от региона, ему пришла идея. А почему бы не зарабатывать на этой самой разнице? Он основал компанию «Посредник», который занимался тем, что просто фактически связывало китайских фермеров и американских с европейским регионы с огромными ценами на услуги. Он обратился к крупным игрокам западного рынка и сказал, мол, смотрите, вы продаете золото по X цене, я же могу делать то же самое, но гораздо дешевле. Давайте сотрудничать. Все, что нужно было, это перенести золотые фермы в нужный регион и настроить их работу, и быть посредником. В основном, самым ходовым товаром с его слов было и оставалось игровое золото, которое по подсчетам составляло примерно три четверти всех продуктов. Грубо говоря, китайцы примерно во времена ванилы буквально наводнили западный рынок дешевой рабочей силой и дешевыми услугами. А те, кто первым успел занять этот рынок, были королями горы. Со временем бизнес и те самые золотые фермы эволюционировали и менялись. Вот как с его слов и менялся сам бизнес. С годами он сильно изменился. Существовали тысячи золотых ферм, и многие из них были очень похожи на мастерские или склады. Иногда помещения над интернет-кафе, где люди сидели, играя весь день в Warcraft. По мере развития отрасли, золотодобыча в большей степени сводилась к введению бот-ферм, поэтому ручного труда требовалось меньше. Позже это превратилось в безудержный взлом аккаунтов. В большинстве случаев продавцы золота на самом деле ничего не продавали. Компании-продавцы были крупномасштабными предприятиями, у которых были немного более приятные офисы с разными отделами. HR, финансы, маркетинг, поддержка клиентов, логистика, доставка, которые занимались поиском золота. У этих компаний были списки контактов или группы сотнями или тысячами золотых ферм. После того, как на веб-сайт поступал заказ, то есть на условный сервер Орды на 50 тысяч золотых, они начинали обмениваться сообщениями с этими группами, ища у какого поставщика была валюта. Часто им даже самим не приходилось участвовать в транзакции. Они просто говорили Goldfarmer'у А встретиться с игроком Икс в игре и сделать передачу, а затем отправить снимок экрана в качестве пруфа. Работать в дни обновлений было всегда страшно, потому что мы боялись, что Blizzard прикроет весь наш склад. Это могло привести к убыткам в размере 10-50 тысяч долларов за ночь. Примерно в 2010 году Джаред Псигода продает свой бизнес по продаже услуг и создает свою компанию R2 Games, и начинает делать относительно успешные браузерные и мобильные игры, которые были ориентированы на азиатский рынок. Самая популярная игра это War Tune с многомиллионной аудиторией в Азии. В итоге, проще говоря, он оказался в нужном месте в нужное время, просто заметив огромную разницу цен в разных регионах одной и той же игры. Один из довольно необычных игроков это Мерки Дрэгон, который пытался заработать на ММО играх, фактически не нарушая правил игры. Начинал он свое дело еще в конце 90-х с игры Ультима Онлайн, первой весьма известной ММО игре. Мерки Дрэгон открыл одноименный ресурс. Будучи заядлым игроком в Ультиму Онлайн, на своем же ресурсе начал активно заниматься продажей игровых ценностей. Так как он был буквально одним из первых, кто начал этим заниматься и особой конкуренции не имел, бизнес активно рос и процветал. Уникальность его затеи была в том, что он фактически старался не нарушать правила игры. В условиях использования Ультиму Онлайн не было сказано, что запрещено продавать или покупать разные игровые услуги, поэтому если это не запрещено, то почему бы этим не пользоваться? Ровно по такому же принципу он в какой-то момент искал новые ММО игры, где запрещено, старался избегать, где ничего не сказано, приглядывался к рынку. Важная составляющая его ресурса это форум. Его форум фактически что-то вроде условно-бесплатной доски объявлений, где в теории любой мог заниматься продажей или покупкой. В какой-то мере авито, только в сфере ММО игр и про продажу всяких ценностей. Зарабатывал он либо с рекламы на форуме, либо допустим продавая статусы. За 200 долларов в месяц на форуме можно было купить статус, цитирую, профессионального продавца. Принцип «можно пользоваться, пока это не запрещено» отлично себе проявил вплоть до выхода World of Warcraft. Ещё до релиза игры, Мерки Дрэгон видел, как игроки на форумах активно обсуждали грядущий проект. Он видел, что это может быть очень перспективно. Он играл в Warcraft ещё во время беты и отлично запомнил, что игроки покупали золото даже во время беты за огромные деньги, до того, как на рынок пришли условные китайцы с низкими ценами. И что ещё больше его порадовало, так это то, что в правилах использования ничего не было сказано о продаже игровых ценностей. А как говорилось выше, если это не запрещено правилами, то почему бы этим и не воспользоваться? Уже готовясь осваивать новый, огромный, огромезный рынок, за один день до выхода Warcraft'а происходит огромный облом. Правила использования Warcraft'а обновляют и фактически запрещают то, чем он хотел заниматься – продажей ценностей. Тем не менее, упускать столь огромный рынок он не хотел. Принцип, который активно жил со времён Ultima Online, пользуясь, пока не запрещено, отошёл на второй план. Его форум начал поддерживать Warcraft, а следом другие ММО-игры. На сайте появились ссылочки на крупные биржи, которые были, вероятно, там не бесплатно размещены, а сам он установил тесные связи с ботоводами. И был чуть ли не единственным человеком, кто во время судебных тяжб между Blizzard и бот-программой Glider освещал всё со стороны последних, так как имел буквально прямые контакты. MerkyDragon также активно продавал свои услуги на eBay. Тогда eBay, как говорилось ранее, была огромной площадкой, где активно процветало RMT направление. Зарабатывал он относительно немного – около 150 тысяч долларов в год и являлся одним из самых крупных игроков на рынке eBay в этой отрасли. Но вскоре ему соблаговолит удача, которая выведет его ресурс на новый уровень. eBay объявили, что они запрещают продажу игровых ценностей на своём ресурсе. Все продавцы, которые там обитали и желавшие продолжать зарабатывать, должны были найти новую платформу. И как раз ресурс MerkyDragon стал этой самой новой платформой объявлений. Популярность значительно возросла, произошёл настоящий бум, а его форум на несколько лет стал буквально одним из самых главных мест, где игроки продавали или покупали услуги. Сам MerkyDragon, что важно отметить, был сторонником довольно безумной идеи – сделать RMT легальным занятием. То есть напрямую связываться с разработчиками игр, предлагать им сертифицировать ресурс и фактически стать официальной платформой. В 2010 году MerkyDragon, который к тому моменту имел весьма значительное состояние, решил осуществить свою мечту. Он объявил следующее. На MerkyDragon больше не будет RMT, которое запрещено условиями использования игр. Одна из причин, помимо желания реализовать свою мечту с легальным RMT, это избавление от чёрной метки. Часто, когда он пытался взаимодействовать с другими компаниями, ему задавали вопрос. А, это вы, MerkyDragon? Не, сорян, мы не хотим иметь с вами бизнес. Просто уничтожить форум, который приносил довольно большие деньги, было бы глупо. Форумы, которые, наверное, составляли 95% трафика, были проданы другой бирже, MMO Bay. Сумма продажи неизвестна, но, наверное, сумма очень большая, учитывая, насколько популярным форум стал после блокировки eBay. На время, по крайней мере, официально он завязал с незаконным RMT. Хотя, как минимум, тесно был связан с продажей аккаунтов в 2012 году и активно следил за тем, что просадило на рынке ещё много лет. Отчасти, ему удалось реализовать свою мечту. Некоторые, не ошибко популярные ММО-игры, согласились его именовать как, цитирую, «доверенного продавца». Тем не менее, даже сейчас довольно просто найти людей, которые его, мягко говоря, недолюбливают на форумах, за его историю и, в частности, форум MerkyDragon. Он имеет крайне сомнительную репутацию в EVE Online, а когда стало известно, что некоторые проекты объявили его официальным доверенным торговцам, на форумах уж точно не писали воодушевляющие комментарии. Отчасти, его мечта сделать легальную продажу игровых услуг была реализована. Сейчас, в наши дни, он отдыхает и активно стримит на Твиче. Особенно в последние годы стали популярны так называемые инфо-цыгане, которые продают курсы а-ля «Купи сейчас в рассрочку мой курс, как заработать деньги, и уже завтра ты выплатишь кредит». А сам курс — это, в лучшем случае, сбор мотивационных фразочек или общеизвестных фактов. В общем, все плюс-минус понимают, что это такое. Нечто подобное зародилось ещё в древние времена Варкрафта в далёком 2010 году. На просторах интернета появляется человек по имени Хейден Хоук. Она заявляет, что она является самым богатым и самым успешным игроком в World of Warcraft. Она якобы является геймером, сколько себя помнят, а сама по себе очень добрый человек, который просто любит помогать другим игрокам. В честь этого она решила запустить курс по World of Warcraft'у «Как стать успешным и богатым». В интернете запускается крупная рекламная кампания. На фейсбуке или каких-то фан-сайтах появляются рекламные баннеры её курса. Баннер ввели на страницу с самым лучшим гайдом по заработку золота. На сайте она сладко рассказывала, что тратя всего 20 минут в день, зарабатывает по 50 тысяч золотых в месяц. Гайд представлял из себя огромное руководство на 200 страниц, которые подскажут неискушенному пользователю, где деньги. Отличала Хейден Хоук от других подобных инфо-цыган то, насколько масштабной была реклама. Реклама была везде, она была повсюду, масштабы рекламной кампании были огромными. Так что о её гайдах так или иначе знали многие. А в интернете появляются совершенно неподозрительные отзывы на её курс, где описывается, что курс просто невероятен, фантастичен, революционен. А вот пример печатного отзыва. Эта книга полна надёжной информации, которая поможет вам начать работу в качестве интернет-маркетолога и не только. Изначально я начал использовать эти техники до того, как была опубликована эта книга, и мне удалось их использовать. Это обязательное чтение для всех, кто хочет работать из дома, играть в видеоигры или заниматься тем, чем они увлечены. Многие совершенно непонятно почему не верили в действительность её курса. Чтобы развенчать подозрения, что она вообще живой человек, а не картинка с интернета, приделанная к баннеру, она записала несколько роликов, но они были ещё более подозрительными и странными. Из разряда на способности нажимаем только мышкой и путаемся в интерфейсе Варкрафта. А вещи и золото почему-то находились на тестовых серверах, где можно было бесконечно дублировать предметы, перенося персонажа. Кстати, Ютуб некоторые ролики попросту забанил, а ныне почти все из них просто скрыты. На, в кавычках, официальном сайте курса тоже были отзывы, опубликованные с только что созданных учётных записей в админке Вордпресса, где даже выделялись недостатки. Вот один из недостатков. Бонусы, которые она дарит за покупку, не очень хороши. Но ладно, пойдёт. Эта рекламная кампания была крайне масштабным и в тот же момент совершенно нелепым действом даже по тем временам. Она быстро стала просто мемом, как якобы самый богатый человек в Варкрафте или самый нелепый продавец курсов. А те, кто действительно купил курс, говорили, что это по большому счёту набор фактов, который гуглится за одну минуту и находится по первой, максимум второй ссылке в гугле по запросу фарм золота. То есть ничего секретного или революционного там не было. Порой вспоминает Хайден Хоук и по сей день, как самого странного и нелепого продавца золотых услуг. Ну что же, по сути на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи!